Друзья мои, добро пожаловать в эта игрушка под названием Observer, если я правильно прочитал. Ну что ж, давайте посмотрим. Она только вышла в стиме, игра от создателей ужастика Layers of Fear, который мы проходили на канале. Это у нас киберпанк! Плюс хоррор, то, что мы с вами давно хотели. Нажмите левую кнопку для продолжения, поехали. Если игрушка понравится, вы хотите прохождение, не забывайте поставить палец вверх. Больше лайков, больше шансов на прохождение. Лазарский, вы там? Так, давайте вникать, что у нас тут происходит. Игра в топе сейчас. Мне даже Даша сказала, типа, посмотри, игрушка в топе, вроде говорят, неплохая. Так-с. Что тут у нас? Все? Ой, Лазарский, вы там? Взаимодействуй с объектами, используя левую кнопку мыши. Там и здесь, здесь-то, вот, давай. Ух ты ж, нихрена себе. Да, я здесь. С вами все в порядке? Я уже пять минут не могу до вас дозвониться. А, со мной все хорошо. Наверное, я просто задремал немного. Выспитесь в аду. Как дела с пожирателем снов? А, в овощ пока не превратился. А так и не скажешь. Бу-гага. Бу-гага. Я серьезно, Дэн. Ваш сигнал распознается повсюду. Вы уже приняли лекарства? Эм, пока еще нет. Примите лекарства сейчас же. Вы нужны мне в хорошей форме. Нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы проверить свой статус и использовать синхро какую-то хероту там. Так, ну что же. О, боже. Фух, как штырила, мать твою. Ну что, друзья мои, киберпанк в самый настоящий, что не есть киберпанчища. Ох, какой у него отходняк, а. Ну вот, так же лучше стало. Да, не хотелось все портить. Только представьте завтрашние заколовки. Еще одна пиявка превратилась в говно. Не стоит оговорить, это ведь просто... Да, 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 да. Есть работа для меня. Зачем я вам? Просто проверка или нужно ехать в центр? Да нет, просто проверка. Не осталось кого допрашивать. Звучит скверно. Да, все довольно плохо. Взрыв снес полквартала, пожар еще не потушили. Там повсюду склоняются мордовороты из корпораций, типа обеспечивают безопасность. То есть заметают следы. То есть да. Ёпты. Фух, как-то что-то мутно совсем. Посторожней со словами. Этот канал находится под наблюдением. Кто это? Как вы подключились к этой частоте? Не узнал меня? Адам? Да. По крайней мере, то, что осталось от меня. Папа. Что случилось? Где ты был все это время? Подальше от тебя. Забавно. Я думал, после стольких лет мы будем легче слышать твой голос. Но я ошибался. Адам, не начинай. Понимаешь? Я серьезно верил, что смогу это провернуть. Я был так близок к успеху. К тому, чтобы изменить целый мир. Сделать нас свободными. А теперь... Не может быть, чтобы все это было зря. Это не важно. Скажи мне, где ты, и я приеду за тобой. Блин, пап. Хоть раз в жизни. Просто выслушай меня. Что бы ни случилось, ты должен помнить. Ты это контролировать никак не можешь. Адам? Ты меня слышишь? Ты еще там, Адам? Проклятие! Че это было вообще? Пап, ты тут? О, боже. Матриарх, покажи идентификатор абонента. Показываю. Грабинский Леон там написано. Что-то новенькое. Матриарх. А впереди... Откуда совершен звонок? Треангулирую координаты. Ну же. Местоположение определено. Доходный дом, район класса Си. Так, как же Адам трущобы? Как низко ты пал, сынок. Так, спогнали. Вот такое вот у нас необычное начало, между прочим. А в описании к игре написано, что игра для взрослой аудитории. Я не знаю, посмотрим. Разработана компания Блогер Тим. Совместно с Аспор Медиа. Черт. Это должно быть реально круто. Посмотрим. Смотрится реально жестко. Я помню, мы проходили Layers of Fear. Не могу сказать, что прям шедевральный ужастик, но он оставил действительно приятное впечатление, как хоррор. А если еще сюда добавить киберпанк, плюс такую нагнетающую жуткую атмосферу, можете посмотреть игрушку в Стиме. Там действительно интересные трейлеры, скриншоты и отзывы хорошие. Так что продукт, в принципе, должен уже оправдать себя. Такс. Жизнь какая. Черт, мядерри. Себастьян Сплюска. Кристиан Варшавский. Я так понимаю, что игра польская. Польский киберпанк хоррор. Что может быть прекрасней? Дэмиан Джуковский. Ай, Бабра Миклас. Самая настоящая антиутопия. Черт. Обсервер. Ну, звучит реально как Обсервер. На русский язык переводится как Наблюдатель. Сейчас будем разбираться. По крайней мере, первый взгляд у нас уже точно есть. Краков. Ух ты. Привет, милейшее создание. Ты вообще разговариваешь, я надеюсь? Журнал расследований обновлен. Вау. Слушай, прикольно. Только игра показывает всего 60 кадров. Что-то маловато как-то. Упорный труд и терпение. Это все, что нужно, чтобы достичь апгрейда гражданского статуса. Долац до нас. Блин, все на польском забавно. Кто знает польский, тому игра вообще придется явно по вкусу. Привет, мистер робот. Эй, ты что быкуешь? Эй, ты что быкуешь, еб ты? Хе-хе-хе-хей. Здорово, братишка. Чего там у тебя? Ммм, польская камерка? Что там у тебя, глазочек? Слушай, я, по-моему, в него залез прям. Мне кажется, роботу... Там что-то написано, слушай. Смотри, смотри, смотри. Пасхалка, походу. У него внутри, а на вот левой стенке, внутренней металлической, что-то накорякано. Кто сможет, разберите, напишите. Вон там. Странно. А с тобой вообще пообщаться можно? Робот довольно забавный. Нужно уходить. Полегче же лезяка, мне не нужны проблемы. А, жилец. А? Что да? Чё? Я родственник. Родственник? Нет. Жилец? Ты тупой, мать твою, что ли? Я же говорю, я родственник Адама. Батя его. Хорошо, давай скажем да. Ну, типа того. Имя? Лазарский Грабинский. По-моему, Грабинский было. Грабинский же, да? Леон Грабинский. Леон Грабинский. Жилец, квартира, седьмая, первый этаж. Через внутренний двор. Повернуть направо, повернуть налево, прямо, повернуть направо, выйти через задний вход и сделать прыжок под выпитвертом. Я просто польский робот. Понятно. Я понял. Назад и вперёд, спасибо. Какая у него озвучка угарная получается. Так, дверь открыта. Всё, журнал расследования обновлён у нас с того. План этого здания. Слушай, так они и живут, получается. Как будто я попал в какую-нибудь, блядь, силиконовую долину. Чёрт. Так, ладно. Удерживайте левую кнопку, чтобы толкнуть дверь. Оп. Бля, полигональные голуби. Шикарно. Интересно, они срут тоже полигональные. Понимание, граждане, во всех районах класса Си начинается комендантский час. Оставайтесь в квартирах и наслаждайтесь выбранным голографическим развлечением. Спасибо за вашу кооперацию. Ой. Чё-то какая-то трыжня творится. Так, тату-магазин нам сюда, что ли? О, боже. 1.17. Я не знаю, нам седьмая квартира нужна была, типа, да? Так. Везде какие-то камеры, везде какая-то жесть творится. А, тату-салон, туда не зайти? Слушай, ну, конечно, смотрится эпичненько. Такое прям как-то грустно даже становится. Ммм, давай пройдём. Опа. 2, 3. Сейчас найдём нужную нам квартиру. Какие-то плохие звуки я оттуда слышу. Так, 5, 4, 5, нам туда надо, походу. Ой, жуть какая. А седьмая, видимо... Ёбаный свет. Тут вырыли, смотри, выдолбили. 6,7. Навсегда вроде. Готовы. Какого чёрта? Журнал о расследовании обновлён. Они здесь. Они пришли за нами. Помогите, я умоляю вас. Как туда перебраться? А, толкните по ящике, я понял. Давай, давай, давай. Опа. Готово. Чё там за жизнь такая творится? Адам? Господи. Ни хрена главного штырива. Внимание, уровень нагрузки превышен. Чёрт. Пульс нерегулярный. Выполняется введение слабого успокоительного. Диспетчер, это Лазарский. Номер жетон на 656210. Меня кто-нибудь слышит? Чудесно. Охренеть просто. Хорошо, Дэн. Может быть, это не он. Не обязательно, что это он. Эффективность функционирования восстановлена. Это Лазарский. 656210. Изучаем место преступления. Нажмите Е, чтобы включить электромагнитное зрение. Нужно проверить компас жертвы. Может, он с кем-нибудь общался. Держите правую кнопку, чтобы проанализировать компас. Так. Имплант компас. Нажмите Q, чтобы включить биологическое зрение. Так, идентификация не выполнена. Время смерти около часа назад. До того, как он позвонил мне. Человеческое тело. Мы не знаем, кто это. Рваная рана. Край среза неровный. Значит, убийца край не возбужден. Понятно. Это что у нас такое? Дубинка электрошокер. 6 миллионов вольт. Видимо, недостаточно было. Так, дубинка дубликатор. А, дубинка просто. То есть, она у нас никак ничего не обозначает, да? Ни отпечатков, ничего. Как ее положить обратно? Вот, готово. Так, кровище. Не удалось извлечь криминалистические данные. Печально. Так, мы еще с тобой не посмотрели. Что-то тут еще, по-моему, было. Ах ты. Тут что-то есть, какой-то объект. Так, голографическая рамка. Адам, стало быть, это твоя квартира. Впрочем, из этого не следует, что это твое тело. Ну, может все быть, конечно. Так, хорошо. Разбираемся дальше. Хм, в холодильник. Открывайся. Открывайся, ёпты. Ну, давай и так. Хм. Что это такое? Блядь, подожди, подожди, просканируй давай. Вот. Сопрещенное вещество Ч-45Ф. Сопрещенный препарат, также известный как корм. Ты не притронулся бы к этой гадости. Так, тут чисто. Что это с дерьмо? Блок хранения данных. Скрытое хранилище данных. Шифр слишком сложный для моей отмычки. Возьму с собой. Возможно, позже мне удастся понять, что это декорит later. Готово. Так, сканируем. Что тут еще может быть интересного? Так. Бинго. Какой пароль? А, пароль какой, блядь. Так, еще раз. Может нам как-то покажут? Бинго, бинго. Но я не знаю, что вводить надо. Так это не работает. Навигация, пробел, мышь. Ладно. Подожди, там еще что было написано? А, взломать, средняя кнопка. Сейчас попробуем. Подключение установлено. И? Оно как-то самостоятельно это делает, да? Четыре. Последняя цифра четыре. А дальше? Дальше, блядь, как? Мне наугад, что ли, это все делать? Сламывай эту хероту. Понятно. То есть мы знаем, что последняя кнопка четыре. Может я могу как-то реально... Тихо, мне это не надо. Средняя кнопка закрыта. Тут проблемы с локализацией, с... То есть с такими вот вещами. Плюс шрифты не очень нормально показаны. А, больше средняя кнопка не работает. Но последняя цифра четыре, мы поняли. Так, давай смотреть, что это такое. Что это за херота? То есть там что-то маленькое показано, но я не могу посмотреть, что это. Сдрадно. Так. Тут вроде все нормально. Сейчас посмотрим. Вот кровища есть. Что-то слишком сложно. Кровь проверить не нужно, разве? Во. Так. Тоже не удается выяснить, что это за дерьмо. Слушай, его так нехиленько тащили сюда. Мы что-то проигнорировали, по-моему, нам написали. Странно, что это игнорится. Так, вот, иди, вставай. Тут чисто. Тут тоже чисто. Я просто открываю, смотрю, может что-нибудь попадется интересное для нас. Давай, 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 давай. Так, одну дверь открыли. Так, вентилятор. Это неинтересно. Значит, надо попробовать как-то открыть это дело. Как-то код взломать. Так, тут это самое. Ноутбук для нас мало интересен, да? Шесть. Так. Голову удалили же после смерти. Возможно, ее забрал убийца. Мотив не ясен. Мотив не ясен. Да. Согласен, ситуация не самая приятная. Так, что мы еще не посмотрели? Кровь мы полутали. Это посмотрели. Здесь вроде бы все. Жижу мы глянули. Я просто смотрю, что можно еще тут сделать. Код я не знаю. То есть, он до конца его не взламывал. Человеческое тело. Слушай, а может быть, мы слышали, какой-то рев был, по-моему. Вот еще. Ах, а что это, черт подери, такое? Следы когтей, получается? Да, врачишка, это следы когтей. Но как нам это поможет? Как нам это может все помочь здесь? Структурное повреждение. Так, ладно, давай выйдем тогда. Может, имеет смысл посмотреть где-то снаружи? Должен сборсов бы ее где-активировать. Так, кровь мы видели. Это мы видели. Какую, блядь, охранную систему ты мог активировать? Тут и так никого нет уже. Так, это я... Вот это вот как-то надо отключить. Как взломать, я до сих пор не понимаю. Блядь, ну какой-то должен быть пароль. Ну, методом тыка было бы тупо, наверное. Давай, один, два, три. Ну, один, два, три, четыре, это совсем просто. Так, код, наверное, где-то может быть нарисован, напечатан. Но я что-то пока его не видел тут. У жертвы установлен микшер идентификаторов. Да, не получается. Я хотел это проверить, но почему-то мне не разрешили это сделать сразу. И что ты будешь делать? Я просто не очень понимаю, что мне надо сейчас конкретно тут делать. Как мне это дело отключить? Так, эти компьютеры не работают. А жалко. Можно было бы что-то покопаться там посмотреть. Так, смотри. Если так по датчику, то тут ничего интересного для нас вроде бы нет. Что-то я тут заигнорил, типа. Но тут взять тоже ничего нельзя. Так, шкаф открыть. Давай шкаф попробуем открыть. Так, это сдвигаем. Это раздвигаем. Ух ты, тут какая-то плата есть. Материнская плата. Так, просканируем ее. И как она нам поможет? Нет, понятно, что материнка. А что дальше? На какой хер она нам тут упала? Так, я ее не могу, понятно. Ладно. Подожди, там какая-то... Тихо. А, нет, нельзя. Я думал, можно вещи брать. Так, тут вроде все тоже чисто. Странно. Сопутствующий ущерб или уничтожение улик. Серверы облачной станции. Так, просканировать-то мы просканировали. Но как сопоставить это все? Сейчас будем разбираться. Смотри, мы все уже просканировали, что можно было, по-моему, в этом доме. Так, материнки. А, вот эти вот штуки я еще не выдвигал. Давай посмотрим. Говорим, что... Опа. Корпорация Херон. Высокий уровень допуска. Вроде неподдельный, но срок действия давно истек. Достоверение личности. Так. Нет, карточка нам не поможет явно здесь. Хотя бы, дожди, там, может, какой-то пароль был написан, никаких кодов я тут... 0044. Может быть, прокатит, кстати. Почему бы нет? Так, включаем это зрение. Что у нас внизу? Так, это трогать не надо. Что здесь? Ничего интересного. Давай попробуем 0044. Вполне себе может прокатить, кстати. Так, 0044. Это тоже слишком просто, да? Ну, пока не знаю. Будем тогда думать. Мы еще с вами в туалет не заходили. Давайте глянем хотя бы, что здесь интересного. Что это такое? Синхрозин, кстати. Но он нам вряд ли сейчас понадобится, да? Так, что еще тут есть? Так, ключи вот так вот. Может, его просто взять? О, запас синхрозина восстановлен. Чудесно. Так. Указана цена даже. Так, я так понимаю, что книжка нам не надо здесь, да? Что-то не, блядь, слишком замутили. Я уже тут, блядь, голову ломаю, бегаю в каждую эту точку обыскиваю. Ай, жесть какая, блин. Так, что тут вообще, блядь, дело? Как мы отсюда выбирать-то будем, бро? Дубинка нам не упала. Жертва понятна. Понимаешь, у Бэтмена, когда мы играли, там можно было как-то это дело все сопоставить. Тут что-то нихера, блядь, не сопоставляется. Напечатано на ненастоящей бумаге. А, настоящей, я не ожидал от тебя такого. Девятнадцать восемьдесят четыре. А ну, пошли попробуем. Может, наконец-то мы найдем код. Девятнадцать восемьдесят четыре. Так, девятнадцать. Наконец-то, ёбаный свет. Я уже думал, это, блядь, бесконечно будет. Чё-то заработало, по-моему. Ух, неплохо, неплохо. Так, что у нас здесь такое? Давай посмотрим. Ад в центре города. Трагическая случайность или атака повстанцев? Так, прокрутка. Документы, поврежденные данные. Открыть ворота. Я деактивировал охранную систему квартиры, покидая место преступления. Окей, ушки. Может быть, что-то еще есть, ради чего мы это делали? Так, какие-то прибамбасы. Так, ничего нам не показано. Странно. Так, синхразин мы забрали чудненько. Все получается, можно выдвигаться. Что это у нас такое? Глич in the system. Странная штука. Так, все, давайте выдвигаться. Мне уже утомило это место. Надо идти дальше. Чувствую, что-то здесь не так. Но ты еще жив, я знаю это. Журнал расследования обновлен у нас. У-у-у, хребота какая, блядь. Оп-та. А, мы точно правильно идем? Что-то мне подсказывает, что я иду не туда. Открывай, блин. Открывайся, пожалуйста. Все заперто, к чертовой матери. Все закрыто. О-о-о, да. Не самая такая приятная игра в том плане, что она жутко давит на нервы. Тут птицы откуда-то вылетели. Что птица, блядь, делает? Привет, мистер голубь. Какой-то он упоротый, слушай. Это настоящий польский голубь. Похож немножко на индюка, но это голубь. Братишка, у тебя все в порядке? Хотя, судя по тебе, так не скажешь. Так, давайте все-таки найдем отсюда выход, потому что это уже жутко давит длить на мозг. Это он кому сюда говорит? Ты мне говоришь? В чем дело? Что за блокировка? Это эпидемия? Случилась вспышка? Я не знаю. Хер его знает. Пока рано говорить, я пытаюсь что-нибудь выяснить. Выяснить? Вы с ума сошли? Мы, возможно, уже все заражены. Я пока этого не знаю. Лучше всего в данной ситуации сохранять спокойствие. Позвольте нас всех убить. Нет, я не дам им забрать себя. Не дам. Окей. Интересно, к нему можно зайти? Боюсь, что вряд ли. Так, что-то я не секу. Подожди. А, мы отсюда пришли, что ли? Это туалет. Фу, господи. Какая здесь зловонная жесть творится. Все разбито, перемито. Так, эта дверь не открывается. Ладно. Я-то думал, что там выход есть. Но, видимо, я был неправ. Вот это, наверное, выход. Блядь, это тоже туалет. Ходим тупо по туалетам одним. Так, подожди. Я же оттуда куда-то пришел. Номер пять. Странный никто. Полиция Кракова. Мне нужно с вами поговорить. Встань от меня, мужик. У меня есть оружие. Я не боюсь его использовать. Не боишься. А теперь успокойся. Мне просто нужны кое-какие ответы. Я знаю, как вы добываете свои ответы. Мне нечего тебе сказать. Твою же мать. Подожди, какие у меня вообще цели? Так, определить личность абонента. Просить соседей. Нужно просить жильцов. Возможно, они помогут узнать, что здесь случилось. Давай попробуем. А-а. Тоже отказ. Я понял. То есть я выйти не могу. А птица себе здесь летает, блядь, как ни в чем не бывало. Так, хорошо. Давай сюда. Полиция Кракова. Я должен задать вам несколько вопросов. Ты в курсе, что происходит? Моя голографическая проекция отключилась. Не могу найти сигнал. В здании активирована блокировка. Внешняя связь отсутствует. Вряд ли с этим можно что-то поделать. О, дерьмо. Кажется, проблема серьезная. Что вы хотели спросить? Так. Жилец из квартиры номер семь. Вы знаете, кто живет в седьмой квартире? В седьмой? Я не знал, что там вообще кто-то живет. А вы не знаете, когда связь починят? Не то чтобы это очень важно для меня, просто мне нужно знать. Так. Я уверен, связь скоро появится. Так, займет некоторое время. Я уверен, что кто-то знает о блокировке здания. Это может занять некоторое время. А, то есть, конечно же, вы все в порядке. Просто, ну знаете, внезапно квартира сделалась такой крошечной. Будто у меня приступ к лаустрофобии. А здесь, здесь очень жарко. Я ужасно спотел. Господи, какие странные тут людишки. Просто глубоко вдохните, и все будет заебись. Конечно. Почему бы все должно быть плохо? Я просто побуду здесь и подожду, пока все хорошо станет. А вы можете поговорить со мной еще, пожалуйста? Мне так немножко легче становится. Так, вы тратите мое время. Что вы можете мне сказать? О чем вы хотите поговорить? Вы знаете, гигант Горски сегодня дрался с убийцей Кромером. Вы не фанат МА? Не очень, но вы, похоже, фанат. Конечно. Не знаю, кто из них победил, ведь проектор вырубился. Почему у меня трясутся руки? Так, вы тратите мое время. Простите, у меня нет на это времени. Хорошо, я понимаю, ничего страшного. Я просто побуду здесь один, я действительно начинаю потеть, как свинья. Жесть какая. Счастливо оставаться. Так, что во второй? Во второй, по-моему, жопа какая-то у нас заперта. Номер один. В первую мы уже пытались добраться. Что-то как-то, блядь, безрезультатно, по-моему. Так, подожди, надо просить соседа, который живет в шестой. Тут заперты ящики. Так, 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 смотри, значит, мы были с тобой. Что это такое вообще? Ух ты. А, мы же там были же, да? Восьмая. Что вам надо? Сэр, у вас найдется минутка, а я из полиции Кракова. Господи, они здесь, чистильщики здесь. Понятно. Понятно. Так, шесть, семь. Вот, шестую надо спросить. Есть вообще кто живой? Алло. Эй, привет, это Том. И Айрин. Надеемся, у вас выдался изумительный день. Да, очень на это надеемся. К сожалению, у нас нет дома. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вы можете оставить сообщение после сигнала, мы обязательно свяжемся с вами. Чудесно. Так, понятно, здесь они хрена не видят. Это что, птицы там? Это перья? Шесть какая. Не, в седьмую заходить уже нет смысла. Что у нас восьмая? Ничего. Ух ты, десятая, девятая, надо всех опрашивать. Полиция Кракова, блядь, мне нужно с вами поговорить. Ты его сломал. Нет, ты сломал его, нет. Да ты заткнешься наконец или нет? Я здесь пытаюсь разговаривать. Я слушаю, что вам надо. Быстро говори. Жилец из квартиры. Вы знаете, кто живет в седьмой квартире? Папа, Томми у меня ворует. Заткнись, ябеда-корябеда. Я, кажется, сказал вам заткнуться нахрен. Седьмое? Не, я не могу сказать, что я его знаю. Хорошо, значит, таки мужчина. Ну да, я видел его пару раз. Может, я подзабыл что-то. Можете, примерно, писать его? Возможно, зачем вам? Возможно, по работе. В этой квартире мог проживать мой сын, я пытаюсь его разыскать. Ну тогда, может, вы у него опишите? А я скажу, если что, припомню. Мы не общаемся уже довольно давно. А, очевидно, время оставляет следы. Понимаете, у меня ведь тоже семья. Заткнись. Нет, ты заткнись. Нет, ты. Клянусь, если вы сейчас не заткнете свои маленькие пасти, больше не будем снимать ролики на ютуб. Это я уже понял. Как вы можете его описать? Молодой, где-то лет двадцать. Среднего роста, среднего телосложения, не особо запоминающийся. Хм... Вы не видели ничего подозрительного возле дома? Быть может, здесь слонялись какие-то незнакомцы? Не, меня мало волнуют другие жильцы. Большинство из них просто горстка неудачников. Ты такой глупый. Нет, ты глупый. Нет, ты намного глупее. Да заткнитесь, вы уже нахрен, блядь. В отличие от вас, успешных, уважаемых граждан. А то, к счастью, скоро мы выберемся из этой дыры. Правда? Да, я неплохо продвинулся по службе. Даже подал заявку на повышение статуса. Как только ее утвердят, мы сразу же переедем в район класса Б. Понятно. Ну что ж, удачи. Понятненько. Так, у нас здесь 10-я квартира. И дальше еще. Неа. Здесь никого у нас нет. Странные какие-то, блядь, переходы у них тут. Слушай, когда крипово. Пятнадцатая. Да. Есть вообще кто живой-то, еб ты. Слушай, а мы здесь не ходили. О, это я заберу. Синхразин поднят. Так, куда мы вышли? Чтобы взломать, нажмите среднюю кнопку мыши. Поиск образцов. Ну, ломани, блядь. О, совпадение найдено. 0, 4. 4. 6. Хе-хе-хе-хе. И 0, 4, 4, 6. Даю виду. Доступ разрешен. Заебца. Заходим. Я, правда, не знаю, куда мы заходим, но куда-то заходим. Знаешь, стилистика именно разрабов Лэйр Суфира, она прослеживается. Только что было открыто? Только что было открыто, по-моему. Или мне показалось? Это какой-то глюк был. Никого нет, странно. Люди, где все живые-то, ебаный свет? Там что-то лежит. Это голубь? Это польский голубь. Привет, Жешко Брашкович. Я буду тебя звать Жешкой. Жешка Олежка. Так, ты что-нибудь расскажешь? Ясно. Он даже не боится меня. Зачем я открываю эти ящики, для меня остаются очень такой загадочной загадочкой. Так. Так, давай посмотрим, что здесь. Фу, блин. Так. Пятнадцатая квартира, блядь. Да хера здесь эта квартира. Пятнадцатая, шестнадцатая. Пожалуйста, подойдите к двери. Мне просто нужно с вами поговорить. Кто вы? Вас прислали из Хирон? Я из полиции Кракова, если вы не заметили этого. Правда? Копа в внешних краях не видели уже ни хрена сколько лет назад. Ну что ж, теперь увидели. Да уж, удача, она вам определенно пригодится. Журнал расследования обновлен. И чё? Говорить будем? Это. То есть я должен скитаться по квартирам и спрашивать, кто ли... О, дверь открыта. Да ладно, сейчас в семнадцатую зайдём, а тут что у нас? Блядь, там ещё миллиард квартир, сука. Как же это нудно, блядь. Ладно. Хорошо. Предположим. Предположим. Биологические датчики ничего не выявили. Voices from below. Так, не верьте их, лжи эпидемии ничего не закончилось. Почта. Уведомление о недоставленной почте. Дорогая Энди, когда ты прочтёшь, это меня уже не будет среди живых. Подробности не важны, просто зная, что я ушёл по своей воле. Не стану просить о похоронах. Видит Бог, ты ничего не должна об ней. И когда чистильщики разберутся с этим местом, вряд ли останется, что хоронить. Так, я всегда любил тебя, как любил твою маму, когда болезнь забрала её. Часть меня умерла в тот день. Простое выражение привязанности стало для меня словом на незнакомом языке. Документов нет. Программа есть. Нажмите огонь, чтобы начать играть. Зачем это? Опять эти чёртовы пауки. Что делать? Чё, как ходить-то, блядь? Я типа огонь взял, да? Вау, круто. Бля. Давай ещё раз. Так, у нас есть огонь. Так, я понял. Смотри, он, короче, идёт сюда. Бля. Надо было огонь забрать. Короче, в жопу. Я так понимаю, это можно не проходить, по сути. Но игрушка прикольная. Да, чувак, не знаю. Не прошёл уровень, видимо, с собой там покончил. Хрен его знает. Господи. Огнём и мечом пауки. Сякой стол подвесной эпичный. Кстати, очень даже смотрится. Так, интересно, его труп ещё здесь? Так. Во, дерьмо. Remove your implant. Типа, убери свою. Ёпта. Он повесился там, смотри. Крепота какая, блядь. Шуткое дерьмо. Ты кто? Сейчас просканируем его хотя бы. Человеческое тело. Да, подарок самой природы. И что дальше? Вряд ли мы найдём здесь что-то про нашего сына. Хорошо, погнали. Чувак просто взял и повесился. Консирша ставил дверь открытой. Значит, там должен быть какой-то журнал посещения, мне кажется. Открываем ящики. Есть что-то? О, это я заберу. Какой у него модный монитор здесь стоит. Слушай, круто. Так, что мне, собственно, надо здесь поискать? Было бы заебисто открывать каждый ящик. Так, эту книженцу мы видели. Там всё чисто. А вот и компьютер. Стена высока. Господин Юрковский хотят... Хотят оценить вашу образованную службу. Жертву... Слушай, это слишком далеко зашло. Ветеранты или нет, мне плевать. Ещё одно сообщение. Первый этаж. Конечно же. Два человека с инициалами ХН Хелена Новак. Квартира 104 и Ханна Надер. Квартира 106 на одном этаже. 104 и 106. Так, тут чисто. Огнём и мечом тут тоже есть. Что это у нас такое? Просканировать никак не надо, разве? Там какая-то комбинация указана, но я думаю, мне сейчас тут не надо. Так, смотрим. Компьютером можно поработать. О, ёбан! Сука, блядь! Я же прозрел, блядь! Сто вы, знаете, подкрадываться как. Нужно уходить. Я ошибся, журнал жильцов по работе. Это нужно для работы. Я полицейский. Я знаю, что делаю. Да, я знаю, кто вы. Правда? Я рад за тебя. На войне мы взяли одного живым. Позвали одного из вас. Чтобы проник его голову. Что? Я не представляю угрозы. Вы были на войне. Если боитесь, что я вас арестую, то не стоит. Нам даже пистолеты больше не разрешают носить. Не боюсь. Раньше я боялся. Но многое произошло с того времени. Так. Вы были на той большой войне. Поэтому у вас так много металлолома. Плазменный снаряд. Попал в конвой. Броню прожгло. Простите. Я не хотел ворошить прошлое. Да. Прошлое. Так. Мне нужно... Ладно, давайте спросим. Что вы можете сказать о жильце из седьмой квартиры? Ммм... Жилец. Да, один из жильцов. Как давно он здесь живет? Да. Может, дольше. Плохо со временем. Вы когда-либо... А он редко выходит. Они все редко выходят. Ну, хорошо, железный человек. Если еще что-нибудь вспомните, сообщите мне. Что-то активировало блокировку. Пытаемся деактивировать. Я и Руди. Пытаемся что-то делать с этим. Думаете, это может быть нанофаг? Недавно случались вспышки. Нет. Последний, очень давно, возле реки. Старые импланты, плохие импланты. Жесть какая. Выход и Руди. Кажется, это робот Руди. Многофункциональный ремонтный сервисный дрон. Не потеряйте его. Что? Ну, бегает иногда. Нужно выслеживать его вручную. Так, все. Нельзя деактивировать блокировку изнутри. Или хотя бы передать сообщение. Нет. Нужно держать людей внутри. Изолировать, успокоить и ослабить. Да, особенно хорошо действует последняя. Я начинаю расследование. Можете предоставить мне доступ к остальным помещениям. Система нестабильная. Я разблокировал, что смог. Спасибо. Лучше оставайтесь здесь. В коридоре можно встретить очень опасных людей. Скверно. Плохо. Ведь очень странный, сука, диалоги. Хорошо, просто будьте осторожны. Знаете что? Я так и не спросил вашего имени. Меня зовут Анус. А, Анус. Сука. Как древнеривский бог. Слыхали о таком? Буканус, блин. Простите, что раньше доставал вас. Рад был с вами встретиться, Анус. Все, блядь. Идем уже отсюда. Нет, игра прикольная, но, сука, нудная, пиздец. А чего у нас так все плывет? А почему такая странная рябь перед глазами? Это нормально? Смотри, я вот хожу, и все так жестко рябит. Так, какие планы у нас? Так, смотри, квартиру 106 и 104. Ой, блядь. Так, ладно, тут должен быть лифт, наверное, какой-то. Так, тут мне не выйти. О, роботиш, братюнь. Смотри, она реально рябит, когда вот так ходишь. Я не знаю, с чем это связано, но это явно нехорошо. 104 и 106. А, это я типа могу на улицу выйти. Но мне пока на улицу не надо. Что здесь такое? А, это прекрасная возможность подняться этажом повыше. Ух ты, а что в подвале? Всегда было интересно. Слушай, я что-то этой рябьи раньше не замечал. Типа подвал. Типа здесь может происходить что угодно. Че-то я думал... Что это у нас за квартира? Я пошел отсюда. Нет, все, пока. Я ухожу. В жопу это дело. 104 и 106 квартиры нам нужны. Немножко на Гитлера смахивает. Так, блядь. Сука, тут реально скриповые моменты есть. Так, 104... 105, 110. Эй, тут заперто. Плакат просто не прогрузился или так надо? Да, текстурки у нас тут эпичные. Привет, робот. Ты не хочешь открыть мне дверь? Блядь, он, по-моему, упал. Он завалился и все. Так, 105, 110. Здесь вроде можно зайти. Блин, вообще по атмосфере игрушка прикольная. Мне нравится. О том что-то есть. 110. Дэн Лазарский, полиция Кракова. Стандартный опрос. Папочка, кто там? Можно нам открыть дверь? Пап, когда мы сможем погулять? Тихо, дети. Идите в свою комнату. Поиграйте в сбежавшую галактику. Я поговорю с этим мужчиной. Здравствуйте, офицер. Я Тадеуш Карский, глава семьи. Чем могу служить? Зазрительная деятельность. Послушайте, вы не заметили ничего странного? То есть нет никакого... Такое, как всегда? Всегда. Ну, знаете, это место не то, чтобы храм добродетеля. Но не нам судить. Большинство людей действует за благими намерениями. Просто они сбились с пути истинного. Ладно. У вас все в порядке. Блокировка не напугала детей? У нас все хорошо. Спасибо за беспокойство. Вы кажется очень спокойным. Вас не пугает, что в здании, возможно, имела место вспышка? Нет, офицер, нас это не касается. Хотя, конечно, надеюсь, что все же причина блокировки в чем-то другом. Что вы имеете в виду, когда говорите, что вас-то не касается? Мы свободны от искажений. Моя жена и наши дети. Свободны от... А вы непорочные? Да, дети непорочного рождения. Вы слышали о нас. Надеюсь, только хорошее. Я никогда не встречал никого из вашего вида на месте преступления. Для меня этого достаточно. Нашего вида? Понятно. Вы что-то имеете против нашего стиля жизни, офицер Лазарский? Нет. Но это, наверное, трудно, особенно если ты семейный. Никто не обещал, что жизнь будет легкой. Непорочная. Должен признать, никаких модов. Довольно необычная позиция в наши дни. Правда? Но разве стоит отказываться от своей природы ради присоединения нейронов к сети? Разве тело, которое держится только на проводах и винтах, может оправдать запятнанную душу? Некоторые считают это преимуществом. Конечно. Я знаю, что наши жизни будут короче и менее комфортны. Но мы готовы заплатить эту цену за сохранение непорочности тел, данной нам Богом. Не поймите меня неправильно. Я тоже не любитель имплантов. Но без них я не смог бы стать полицейским. Да, вы носите их в своем теле. Да, у меня особый выбор это нет, знаете ли. О, вы сами... Мы все сами отвечаем за подобные решения. Если бы все люди осознали это, мир был бы лучше. Предлагаю, вы правы. Все мы создаем себя сами. Не хочу вас перебивать, но при нашей церкви действует группа поддержки для раскаившихся. Может, вы хотите посетить собрание? Звучит заманчиво. Спасибо за приглашение. Ну да. Если вы держите, пока все представится, то найдете там поддержку и сочувствие. Ну, если вы так считаете, мистер Карски. Ну да, чувак, офицер Лазарский. Карски, Лазарский. Че такая рябь? Смотри. Вот, я не знаю, видно, не видно, но я вот камеру верчу. И такие пиксели на экране. Как будто вот плохо-плохо отрендеренный ролик. Че это за пиздос? Странно. Либо нас уже штырит просто капитально. Так, 104-я квартира нас ждет. Это что вообще за пиздос? Что такое? Ёпты. Оля, ёпт. Что было? Куда я попал? Что это за место? Что это за ёбаный стыд? Так. О-оу. Кажется, назад пути нет. Слышите? Там что-то заводит. Это бензопила, что ли? Здорово, ёптель. Ты че, заблудился, братишь? Я вилл, ты там валялся. Хе-хе-хе. Робот довольно няшный. Робот милаш. Вот, робот мне нравится в этой игре. Братан, с прохода овни, пожалуйста. Я не могу пройти дальше. Типа, дверь закрылась. Видимо, закрывается изнутри. Машинки какие-то. Че-то я... Это 110-е. Подожди. Нам 110-е не надо. 111-е, 114-е. 105-е. О! Вот сюда мне надо как-то попасть. Но я не могу этого сделать, потому что там робот у нас. Роботчишка не хочет открывать мне двери. Так, если я пройду вот так вот. 110. Тут мы были. Шкафчики, двери. Туалеты. Но это нам не надо. Странно. Реально. Тут такая планировка, блядь. Хер поймешь на самом деле. 109-е. Заперто. И даже нельзя позвонить туда. Что было? Какой-то звук появился. Что-то странное претворится в этой игре. Ты хочешь сказать, что мне сюда типа надо? Их ни хрена не видно. Так. Слушай, как-то все очень странно преображается здесь. Так, это какая квартира? Какой-то номер. 107-я. 107-я. Здравствуйте, есть кто-нибудь тут? Я слушаю вас. Полиция Кракова. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. А, а кто ваш друг? Друг? Простите, мам. Я здесь один. О, мне нужно идти. То есть она увидела кого-то рядом с нами и сразу ушла от нас. Охуенно. Это какая? 106-я. А мне нужны какие квартиры? Еще раз. 106-я и 104-я. В принципе, вот как раз то, что нам надо. Мисс Надер? Я из полиции Кракова. Можно задать вам несколько вопросов? Миссис. Что, простите? Миссис Надер. Хорошо, миссис Надер. Что вам нужно? Звонок, с вами все в порядке. Вы куда-нибудь звонили в течение последнего часа? Нет, не звонила. Проверьте, пожалуйста, свой компас. Возможно, его использовали в качестве прокси. У меня нет компаса. Так, звонившая женщина. Нет компаса? Я думал, сейчас он есть у всех абсолютно. Значит, неправильно думали. У меня вообще нет никаких имплантов. Так. Позвольте спросить, вы живете одна? Нет, не позволяю. И да, я живу одна. Возможно, у вас есть супруга или дочь? Вы что, не слышали? Я сказала, что живу одна. Тогда почему вы настаиваете, чтобы к вам обращались, миссис? Я вдова. Моя жена умерла много лет назад. Во время эпидемии. Фух. Можно как-то оффнуться вы. Я сожалею, поэтому у вас нет имплантов. Так. Я про... Хватит строить себя борца со злом. С вами все? С вами все в порядке. Вам ничто не угрожает. Чистильщики уже выехали. Хоть кому-то из нас ничего не угрожает. Блокировка произошла из-за сбоя. Не думаю, что здесь имела место вспышка быть. Так. Теперь все по-другому. Так. Журнал обновлен. 105. А 104 у нас где? Вот это, да? А она у нас открыта. Чертненько. Или это не 104? Что за бред? А-а-а! 101 стучит и сюда, что ли, надо? Эй! Я вас слышал! Пожалуйста, помогите мне! Блядь, да 104 еще дойти надо, на самом деле. Так, дойдем. И? А, здесь уже открыто. Ты смотри. Есть кто-нибудь живой тут? Что-то мне, блядь, это нихера не нравится, господи. Боже мой. Почему так рябит в экраны, не понимаю? Чувака, походу, жестко пойми. Блядь, ему брюхов с пароли. Ни хрена себе. Чел, ты как? Живой еще? После такого каракири вряд ли кто-то живет. У него на голове написано, ху, буквы я не хватает. Не бойтесь, я помогу вам. Кто это сделал, что случилось? Давайте на этой ноте сделаем перерывчик. У нас такой вот первый взгляд на игрушку. Обсервер, я немножко подустал и хотел бы отдохнуть. Если игра понравилась, не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Всего хорошего. Пока-пока. Продолжение следует.